застали алисочку в процессе налаживания красоты в общем мы приехали в какое-то интересное место ну там котика снимают тоже тоже видим у него влог какой-то свой как делает прикольно домой хочет наверное поэтому быстрее бежит почему приехали в какое-то необычное место да вот тут горы уже должно быть озеро и одна такая фишка прикольная в этом озере есть так пока что ничего не понятно но уже становится интересно красиво живописно скажем тогда дерево как будто стрих срубленная до монумент какого-то дерева памятник срубленному дереву наверно тому что дерево срубает она все равно прорастает видите ростки такие наверху ну место не совсем безлюдное людей здесь можно можно увидеть да единственная проблема надо в гору идти маленькой но это очень полезно наконец-то алиса фитнесом займется да там конкретный джунгли кстати погода конечно не совсем нас радует потому что тучки за за долгое время тучки прямо такие конкретные дождевые но мы пальчики скрестили надеемся что дождичка не будет да и вот еще озеро то самое которое мы искали сейчас все таки расскажу мы пойдем на стеклянный мост понимаете то есть ты идешь и так по мосту и там то есть сбоку вроде бы то есть ты как в воде идешь едят свои сосиски очень часто китайцы покупают эти вот сосиски уже готовы в упаковочках их кушают да вон она прикольно вообще смотрите и куда побежал-то фотосессия фотосессия вернись все друзья мои сейчас будет фотосессия ребята мы уже заходим на этот мост посмотрите пока что мы на высоте но скоро мы опустимся вот туда в предвкушении алиса в предвкушении да ну сейчас будем погружаться и и самое главное не замочимся совсем мы кстати об этом очень долго думали прикольно короче огромный аквариум он дыбка рыбка рыбка смотри они хотят сюда мы хотим туда это улиточки наверное очень красиво ну скажем так очень необычно такого мы еще не видели водичка конечно мутновато но это озеро так пойдем еще посмотрим что-нибудь сама что золотые рыбки пугаешь не кажется нет надеюсь надеюсь они не слепые так а теперь на видео полностью масштабы этого вот она алисочка маленькая такая водичка я прям по макушку да да действительно очень непривычно правильно алиса говорит а ты заметила какой толщины стекло вот моя рука ну-ка ты руку свою положу что понимали вот тут толщина сантиметров 15 наверно красиво и кстати китайцы туда дальше поднимается мы сейчас тоже дальше поднимется там говорят какая-то долина еще можно сфотаться если мы придем сюда то вдруг вода если вот прям за стекло сюда попадет бывало вообще такое надеюсь что нет ну если очень сильный ветер волны наверно может могут образоваться так пока нет здесь штирь штирь и дождик начался так еще один обзорчик вот там вот люди видят ходят необычно вообще необычно китае кстати все необычно круто необычно и красиво все вместе нужно какое-то отдельное слово придумать для китая так а пойдем поднимемся повыше посмотрим что там там какой-то ущелье все китайцы идут туда мимо яма видишь мимо говорит он мимо яма мимо яма надо подниматься привет друзья мои как дела жалко не понимают не понимают что мы с добром так но он туда все идут мы тоже пойдем так ну вот какой здесь видосик да ну ничего особенного небольшой парк да вот такая небольшая как небольшой маленький парк и все да и там говорят а дальше можно проходить и там дальше идешь 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 в общем очень далеко и там большое озеро еще одну мы туда не пойдем долго да нам и здесь нравится спускаться еще вниз потом еще подниматься не на такси ладно еще до приезжает тоже вот многие для фотосессий недалеко находится здесь от метро поэтому все сюда едут в общем уехали мы очень далеко два часа на метро ехали практически дались вот метро даже куда-то нас за город привезло вот и мы сейчас идем на такое зеленое озеро как то не знаю но называется да в общем на минут 20 сейчас идти вот кто-то пошел на такси мы видели тоже люди вышли из метро кто-то идет с нами вот девчонки там с нами идут они нам даже показали что вы сюда идете мы такие да не горят ну все да идите тогда прямо 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 и потом куда-то налево вот идем очень здорово что в китае метро даже был как бы за город уезжает то есть ты находишься в городе потом раз и за город уехал до под землей были а потом метро шло боже по это наземная вообще не просто в гору но все движемся вперед вот это примерно выглядит но это еще плохо видно мы только только вот подошли уже начинается такая вот практически пешая дорожка машины все оставляют да ну там это какой-то кафе наверно скорее всего в общем где-то мы находимся уже почти рядышком на каком-то в китайском стиле сделано вот ему конкретном короче джунгли заросли сейчас посмотрим что будет дальше я открылись ребята тоже парень с девушкой сейчас шли и они подошли к нам подарили нам билетик нам теперь короче билет покупать не надо прикиньте он кстати стоит это немного но 80 его они все равно да здесь алис какие-то рыбок увидела я думаю тут живности хватает в общем мы сейчас пойдем дальше туда в парк теперь у нас есть билет вода прикольно все мы идем туда вглубь билет у нас уже есть вон те ребята которые нам билетик подарили вон они идут вот так как сегодня подарок это берет просто бесплатный проход вот этот парк да алиса вот туда да заходишь гуляешь там вот весь день там очень горят красиво сейчас мы все это будем вам показывать называется каноэ да нарез какой смотрите здесь удивительный удивительный лес такой интересный и поймешь то хвоя и что это вот как хвойный лес только такой прям необычный вот это озеро на получается примут ну как только болотистая такая местность деревья прямо растут из воды добрались мы до места пока идти куда не знаем туда что такое ты увидел там а да вот уже там начинается озеро вот нам сейчас нам туда попасть так не поймешь только где вход да это не трава это озеро там действительно друзьям и мы прошли бесплатно но где-то я дима есть больше пространства сейчас мы найдем это где эти лодочки берутся то жалко наверно камера не передает этой красоты насколько все волшебно указано какие птицы здесь живут да вот мы должны всех их увидеть алиса с тобой да сейчас мы уже нашли где каноэ находится никто не сделал это природа сделала а вот и рыбочки наконец-то рыбки везде в китае такие плавают так а как она и не нашли но алиса управляет кораблями видимо здесь до здесь вечером к это видео проекция происходит короче вот видите даже цифры езда и тут что-то во что-то играешь да 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 смотрите кого я нашел друзья кто это у нас тут вот одно нашли мы прекрасное существо тут пешая часть вот прям такая конкретная зона для фотосессий все фотаются в разни как в разнообразнейших фозах в основном заметьте девочки позирует мальчики снимают везде тогда да вы видите один-второй я тут третий вот мы уже почти дошли там такое открытое прям большое озеро еще есть он так мы уже совсем близко ведь какая сеточка туда можно залезть детишкам поваляться давай 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 не бойся все с утра с ума сходят как всегда у нас фотосессия все такой перекусик там вот уже город видно но тоже окраина города какая-то там вот река и опять же это озеро пока мы еще не выяснили сейчас здесь узнаем взял и мы поплыли эй алиса ты только нас не переверни это алиса начинает ее расшатывать вот все приключение начинается поплыли мы уже добрались почти дались вон там зеленочка сейчас мы так не поплывем а мы добрались мы алиска уже собирает себе в коллекцию до коллекцию собираешь все сейчас поплывем туда маличка вглубь подальше вот друзья мои как мы придумали снимать контент да они такие мягенькие мягоньки да самое прикольное здесь развлечение это врезаться в дерево периодически мы это делаем вот сейчас надо врежемся это плыли кайф да вообще да короче кто будет ханжоу это прям вообще топовое место ой мы прямо дошли зеленку зеленку посмотрите я покажу вам если повыше камеру по дыму вообще класс лица мне поможет я покажу вам как она затягивается вообще интересно смотрите убираю смотрим сейчас да прям какое-то как волшебство ну давай 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 до конца давай давайте помогу 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 тебе давай давай ну и что зато здесь помогли и не могут видишь друг другу это не успевают молодцы взяла алиса взяла штурвал в свои руки ну да у нас как-то вдвоем не получается она вперед гребет я назад а сейчас вообще кайфово в общем у меня свой собственный гондольер теперь есть ну я не знаю как ты хотела но плывем мы вот так давай нас куда-нибудь вывози ну все короче ты вы дорогу то знаете у меня водитель даже дороги не знает куда плыть постоянно в деревья нас врезает что это такое адреналинчик давай 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 еще одно ну что вам нравится да супер вообще я вообще люблю острые ощущения поэтому можете разогнаться и в дерево все завершается наше путешествие мне очень понравилось просто понравилось да кто ханжо вообще просто приезжать сюда точно вообще здесь и погулять и поплавать и покушать даже можно вот так можете приехать просто прогуляться по вот этому верхнему мосту он бесплатный а уже в сам парк заходить платно а вот кажется этот мостик бесплатный да помнишь в самом начале мост был большой наверное это он и есть да ну в общем мы сейчас еще проверим вот за эту информацию как бы пока еще не вручаемся может быть и платный тоже ну не суть суть как бы в том что действительно вход недорогой а ощущение очень много получаешь от всего этого прекрасного ну все увидимся в следующем месте ну все увидимся в следующем месте